анонсировав крым и оккупировал донбасс москва сама лишила себя своего главного украинского козыря потому что именно на юге и востоке в основном проживали люди с устойчивыми просоветскими взглядами и теперь из-за действий кремля все они не могут принимать участие в украинских выборах но это не значит что в нашей стране у москвы не осталось союзников сам по себе реванш пророссийских сил в украине невозможен чисто количественно у этого движения остались сторонники но их недостаточно чтобы обнулить итоги майдана и потому сегодня куда большую угрозу для украины представляют популисты потому что именно они сегодня стали главными союзниками кремля они могут потребовать увеличить пенсии и тем самым сорвать выделение жизненно важных для экономики кредитов они могут объявить опередили собственности и уничтожить инвестиционную привлекательной страны они могут зафиксировать курс гривны по отношению к доллару и похоронить валютный рынок ввести регулирование цен обязать банки списать кредиты валютным заемщикам запретить экспорт пшеницы каждому из этих решений будет аплодировать улица но каждое из этих решений будет гвоздем в крышку гроба украинской экономики кто-то скажет что проблема украинского популизма в том что на эти лозунги есть спрос и будет прав лишь отчасти потому что обыватель может позволить себе быть близоруким и желать простого а политик нет в конце концов ему по статусу положено выполнять роль предохранителя от глупости обыватель может позволить себе быть инфантильным он может напоминать ребенка который хочет конфет и не понимает что это приведет к диабету а политические элиты должны быть той самой прослойкой которая знает что любой кутеж рано или поздно заканчивается похмелем если общество это организм который в естественном порыве отдергивает руку от укола то элиты должны выполнять роль мозга который признает необходимость вкалывать шприц в социальную вену сегодня пророссийская партия в украине это не то что агитирует за таможенный союз а то что хочет разорвать минские соглашения ради немедленного наступления сегодня прокремлевский политик киеве это не тот кто за государственный а тот кто хочет вернуть старые тарифы сегодня украине угрожает не красный флаг серпом и молотом а левацкая риторика которую взяли на вооружение ребята с идеологически выверенными лицами даже если допустить что украинские популисты искренне в своих речах и действительно хотят счастья всем это ничего не меняет потому что непредумышленное убийство не перестает быть преступлением особенно если речь идет о целой стране